Здравствуйте, я Антон Деркач. Вы смотрите видео, в котором я хочу обратить ваше внимание на такую патологию, как хроническая обструктивная болезнь легких, или как ее еще называют, ХОБЛ. Итак, что же такое ХОБЛ? ХОБЛ – это болезнь легких, характеризующаяся постепенным снижением скорости воздушных потоков в легких. Одной из самых главных причин возникновения и развития ХОБЛ является курение. По прогнозам ученых-медиков, к 2020 году ХОБЛ войдет в тройку лидеров по причине смерти во всем мире. Ежегодно будет умирать почти 5 миллионов жителей Земли от этой болезни. Россия – одна из самых курящих стран мира. Санкт-Петербург – один из самых курящих городов в России. Причем речь идет не о количестве курящих, а об отношении курящих и некурящих. Печальная статистика, не так ли? Однако плюс заключается в том, что мы с вами можем предотвратить ХОБЛ и остановить его развитие. Что для этого можно сделать? Во-первых, и это могут сделать не только врачи, но и все, кто смотрит это видео, мы можем пропагандировать здоровый образ жизни и в первую очередь отказ от курения. Научно доказано, что даже в самых запущенных случаях ХОБЛ отказ от курения значительно продляет жизнь пациенту. Но не так страшна сама болезнь, сколько ее обострение. Обострение характеризуется резким снижением респираторных, то есть дыхательных показателей. Пациент задыхается, и очень важно оказать вовремя адекватную медикаментозную помощь такому пациенту, чтобы уберечь его от неминуемой гибели. Лечение ХОБЛ может быть как медикаментозным, так и хирургическим. В общем-то, достаточно мрачная картина относительно этой болезни, не так ли? Но я хочу, чтобы вы знали, что в ваших силах повлиять на эту печальную статистику. Почитайте об ХОБЛ в интернете. Расскажите своим друзьям и знакомым об этой болезни и о том, что можно сделать, чтобы уберечься от нее. Таким образом вы защитите свое здоровье и здоровье ваших близких от этой болезни. Надеюсь, в своей короткой видео лекции я вызвал ваш интерес к ХОБЛ. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии под этим видео. С вами был Антон Деркач. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.